Доброе утро, Божья Церковь! Доброе утро, Божий народ, братья и сестры! С вами Город Томск, пастор Константин, Томский Христианский Центр. Сегодня я хочу сказать слово о вере, о вере как уповании, как надежном уповании, о вере как об убеждениях, о ценности, о прочности. Не о вере, как что-то приходящее и уходящее, а о вере, как что-то пребывающее, внутренняя уверенность в чем-то или в ком-то. В послании евреям в 11 главе есть перечисление людей, их имена и подвиги людей, и мужей, жен, что дало им уверенность в Боге. Этот список имеет как бы такие две, знаете, стадии, не, неправильно сказал, не стадии, как бы две позиции, две стороны, две колонки. В одной стороне написано, что, вот я же прочитаю, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста Львов, конечно, здесь написано про Даниила, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли армию чужих, жены получали умерших своими воскресшими. Иные же, здесь в 35 стихе идет такой, знаете, резкий перелом, что для одних их вера в Бога, она была как бы для них таким трамплином для достижения каких-то побед и высот. В 35 стихе автор говорит, иные же были замучены, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье, говоря уже о воскресенье мертвых. Другие испытали поругание, побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. И эти, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии засвидетельствованные веры не получили обещанного. Интересно, здесь автор, он не делает этих людей неверующими, он не делает их какими-то немощными или маловерами, он наоборот показывает, что уверенность в чем-то, уверенность в Боге, она и проявилась как раз во время испытаний, во время гонений. Поэтому мы сегодня, как это написано в Новом Завете, поэтому мы сегодня с вами, как верующие Нового Завета, живущие сегодня здесь и сейчас, в этой жизни, мы, конечно же, мы не знаем, в какой из этих стихов мы попадем. Мы с вами можем попасть в текст, где мы можем исцеляться от немощи и угошать силу огня и загождать уста львов, а можем попасть в другой список. Мы можем испытать поругания, скорби, болезни, немощи. И это не знаю, что эти более верующие, а эти менее верующие. Потому что сегодня можно прийти в некое смущение и в страх переживания, в некую такую, знаете, очень гиперкритическую самооценку своей веры, что вот я помолился, ничего не произошло. Ну, а тот помолился, у него получилось. Это не значит, что я не прав перед Богом. Это не значит, что у меня что-то не так с моей верой. Хотя, может быть, есть какие-то проблемы. Может быть, тогда с чем-то будет разобраться. Но я не об этом хочу сказать. Я сегодня хочу сказать о том, чтобы мы все-таки четко и ясно сознавали, что вера каждого, то бишь убеждения каждого не будут испытаны. Вера будет испытана. И мы можем подтвердить свою веру чем-то как бы положительным. А мы можем подтвердить свою веру, когда в нашу жизнь приходит что-то не совсем удобоносимое. Куда мы с вами попадем, мы не знаем. Бог знает. Бог нас ведет по этой жизни. Бог нас ведет по земле. И самое главное, чтобы мы во времена скорби и уныния, мы сохранили свою веру до конца в убеждении в Боге. Чтобы во времена плодоносные мы тоже справились с этим. И достойно преодолевали жизнь, в которой мы с вами находимся. Если у нас будет 7 лет изобилия, слава Господу Иисусу Христу, мы здесь должны показать то, что мы благодарны Богу за Его изобилие. Если мы проходим 7 лет с худости, ничего страшного, мы в этом состоянии пройдем. И в этом положении пройдем. Как Павел пишет, я научился жить и в изобилии, и в с худости. Научился насыщаться и терпеть голод. И там, и там он показал свою веру в убеждение. Поэтому, если вы помолились за человека и не получилось, ничего страшного, еще раз помолитесь. Если пришло какое-то давление на жизнь, ничего страшного, надо проходить дальше. Идти и достойно проходить предлежащие поприща. Да благословит нас всех с вами Господь, чтобы мы укрепились верой во Христа. Он наше упование, Он наша скала, нашего спасения, независимо от ничего. Будьте благословенны в этом дне. Сегодня день воскресный, сегодня воскресенье. И давайте сегодня покажем свою веру в делах наших, поклоняясь Богу. И проходя то, что мы должны с вами будем пройти достойно с верой и упованием. С вами был Город Омск, пастор Константин, Томский Христианский Центр. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok